Всем привет! Меня зовут Алис и это канал Алис Киндер Тойз. Сегодня у нас свитбокс сюрприз микс. Откроют 10 разных серий. Будет интересно! Ставь лайк и поехали! Начнем с коробочки Фиксики Большой секрет. Вторая серия. А сейчас уже и третья вышла. Фиксики против кработов. Кто не видел, есть обзор на канале. Внутри, как обычно, мармелад и пакет с игрушкой. Собери фиксиков вместе, помоги сохранить их главный секрет. Все в коллекции 10 фигурок. Шпуля, Мася, Верта, Нолик, Фаер, Симка, Нолик, Дедус, Папус. И Фаер. Попался Фаер, но не обычный. Он с азартом использует энергобраслеты и меняется под воздействием электричества. Это уже не прежний азарной фиксик мальчишка. Он становится непредсказуемым, как молния. Его облик пугает и притягивает. От него невозможно отвернуться и отвлечься. Злой Фаер. Он альтер-эго обычного Фаера. Его род занятий – ломатель. Сменил красный костюмчик на сине-фиолетовый. Перекрасил волосы в синий цвет. Вам какие больше нравятся? Красные или синие? Мне синие. Правда вот не скажет, что он злобный, судя по выражению его лица. В очках. Ой, кстати, у него брови покустистей стали, чем у обычного Фаера. Фигурка пластиковая. Руки можно погнуть. В целом, сделано неплохо. Драконы – стражи сновидений. По древней легенде, где-то на краю света, за драконьей горой, живут отважные и добрые дракончики-хранители сновидений. Всего их шесть. Обжорка, силач, злюка. Ворчун, плюх и хитрюга. Попался Ворчун. Подводный дракончик. Любит побыть в одиночестве, живет на глубине. Если Ворчун чем-то недоволен, то становится фиолетовым. От этого он злится еще больше. Умеет стрелять в воду и пускать ледяные шары. Благодаря этому добрые сны находятся в безопасности. Так, мармелад. А где Ворчун? Вот он. Шикарная коллекция от Светбокса. Прикольный фиолетовый дракончик. Настоящий Ворчун. Сложил лапки на груди. Скривил рот, нахмурил брови. Очень недовольный. Весь в шипах. Остренькие. За спиной два крылышка. Фигурка пластиковая. Мне очень нравится, как сделан каждый дракончик в этой коллекции. Четвертая коллекция пушистиков-супергероев. Котята-супергерои – агенты организации «Хвост» по борьбе с преступностью и плохим обращением с животными. Всего их восемь в команде. Лава, Чара, Харри, Эйр, Нега, Титан, Усейн и Альберт. Попалась Чара, и она чародейка. Её атрибут – чаша. Суперсила – зелье варенье. И миссия у неё – изучить план атаки от Альберта, создать необходимые зелья. Северу Снейп, ты ли это? Как же жизнь тебя потрепала? Наверное, тебя Гарри Поттер в кошку превратил. И теперь ты работаешь в команде супергероев и варишь им зелье в этом котле. Фигурка бархатная. Шикарная у неё пластиковая чёлка розового цвета. Качество в серии пушистиков, как обычно, отличное. А теперь откроем коллекцию My Little Pony. Пинки Пай с удовольствием наминает мороженку. Я вчера целых два съел. Добро пожаловать в удивительный мир Пони, где дружба – это чудо. Собери друзей из волшебной страны Эквестрии. Всё в коллекции 10 фигурок. Флоттершай, Радуга Дэш, Рарити, Сумеречная Искорка, Пинки Пай. Опять Рарити, опять Флоттершай, опять Радуга, опять Сумеречная Искорка и опять Пинки Пай. Каждой поняшке по две штуки. Пинки Пай всегда найдёт способ вернуть улыбки на лица друзей. Как и любой пони из Эквестрии, она любит сладости и обожает устраивать вечеринки для друзей. А ещё она всегда готова прийти на помощь. Фигурка прям как с обложки. Пинки Пай ест мороженку. Какой у неё длинный язык. Мороженка, наверное, вкусная. Жалко, рожок не покрасили в другой цвет. Схалдурили маленько. Классные у неё грилы и хвост, как пузырьки. Качество у игрушки отличное. Что-то опять мне мороженого захотелось. Надо сходить купить. Зверята Сафари. Вторая серия. Милые зверята из тёплых стран, приветствуйте! Дружелюбный жираф, забавный лемур, храбрый лев, неуклюжий бегемотик, сильный слонёнок, шустрый гепард и весёлая мартышка поделятся удивительными и познавательными историями. Привет, я жирафик и зовут его Рафик. Мы живём только в саваннах Африки. Мы самые высокие животные на планете. Наш рост достигает 6 метров. Умеем поворачивать голову на 360 градусов. Ничего себе. Обожаем есть листья деревьев, но наша любимая еда – акация. Мы очень дружелюбные. Жирафик – одна из самых милых игрушек в этой коллекции. Смотрите, какой он классный. Шикарные у неё кристальные глазки. Сама фигурка бархатная. Большие ушки, на голове рожки, тут чёлочка. Всё проработано. Длинный хвостик с кисточкой. На груди даже пятнышки сделали. А вырастет он потом в огромного жирафа. Щенячий патруль. Команда отважных щенков-спасателей готова прийти на помощь по первому зову. Даже самая сложная миссия им нипочём – собери команду храбрых щенков. Только вместе они преодолеют все препятствия. Всего в коллекции 6 фигурок. Рокки, Скай, Гончик, Маршал, Зума и Крепыш. Рокки – смелый, сообразительный щенок-метис. Умеет чинить всё, что угодно и мастерить полезные вещи из мусора. На значке изображён знак вторичной переработки отходов. Любит изобретать и не любит купаться. Его рюкзачок оснащён лебёдкой и другими инструментами. Девиз «Даю зелёный цвет». Фигурка идёт отдельно от подставки. Также в комплекте есть наклейки на рюкзачок и эмблема. Фигурка яркая и красивая. У каждого щенка в этой коллекции защитный шлем с очками. Смотрится круто. Настоящие щенки-супергерои. Поставка в виде лапки. Сюда клеится эмблема и на рюкзак наклейки. А дальше будет «Буба». По мотивам мультсериала «Буба». Буба – причудливое маленькое существо, обожающее исследовать окружающий мир. Буба легко заводит друзей, которые помогают ему в необычных интересных ситуациях. Всё в коллекции 9 фигурок. Помимо «Бубы» тут есть Лула и Гуга. Мир вокруг «Бубы» как огромная игровая площадка с множеством развлечений. Он счастливое, довольно маленькое существо. Его ничего не расстраивает. Вот такое белое, ушасто-бородатое существо, похожее на обезьянку. Жонглирует сырными шариками. Сам «Буба» бархатный, шарики пластиковые. Открыл рот. Если промахнётся, съест шарик. Длинный хвост у него с кисточкой. Нужно отогнуть. В целом мне нравится эта коллекция. Что-то новенькое от «Свитбокса». Мимимишки «Туристы». Коробка очень тяжёлая. Интересно, кто тут такой огромный. Так, игрушку достали. А где вкладыш? Он отдельно лежит от пакетика. Странный какой-то вкладыш. А вот так нельзя было напечатать? Первый раз такое встречаю. Коллекция «Мимимишки» «Туристы». Валя, Цыпа, Кеша, Тучка и Лисичка. Попался Тучка. Он очень умный и любознательный. Всегда стремится узнать что-нибудь новое. На этот раз они вместе с Кешей, Лисичкой и Цыпой отправляются исследовать пещеры. Тучка решил стать спелеологом. Неплохо он снарядился. Защитный шлем одел, чтобы не удариться головой. Коврик, на котором спать будет. И рюкзак с ништяками. Мимимишка бархатный. Как обычно в свитерке. Очень мне нравится его огромный нос. Так и хочется его потрогать. Вышагивает смело. Вперед приключения. Олаф и холодное приключение. А здесь не мермелад, а фруктовые пастилки. Небольшая коллекция. Всего лишь 4 игрушки. Самый дружелюбный и же нерадостный снеговичок на свете. Никогда не унывающий Олаф часто попадает в забавные ситуации. У него есть заветная мечта. Не растаять в самый неподходящий момент. Олаф просто обожает жаркие объятия. И нам предлагают пройти в лабиринт виде снежинки. Радостный Олаф с улыбкой до ушей. Хотя ушей у него нету. Кому-то несет подарок. Подарок непростой. Ледяной куб, украшенный бантиком. Наверное, он его подарит снежной бабе. Чтобы не растаяло. Или наоборот растаяло. Смотря что он задумал. Обожаю этого снеговика. И у меня осталась последняя коробочка. Миньоны. Коробочка не простая, а пластиковая. Единственная серия в пластиковых коробочках. Миньоны добродушные желтые человечки. Живущие в поиске захватывающих приключений. Очень дружны, трудолюбивы. При этом своему боссу они обожают бананы. Больше всего на свете миньоны любят перевоплощаться. Смешные, артистичные, харизматичные. Том, Карл, Фил, Стюарт, Джерри и Тим. Собери весельчаков вместе. Попался Тим. Ему надо пройти лабиринт. Прям как Олафу. Тим переоделся каким-то профессором или учителем в школе. И куда-то пальчиком показывал. Что-то заясняется умным видом. Бороду себе приклеил. А к комбинезону добавил рубашку и галстук. Что посолидней быть. Фигурка крупная. Стоит на подставке. А на подставке еще нарисован миньон. Можно печатку оставить им. Вот такие классные игрушки мне попали в Светбокс Микси. Все фигурки отличные. Но больше всего мне понравились Пинки Пай, Ворчун и Рафик Жирафик. А вам какие игрушки понравились? Какие из этих серий собрали полностью? Напишите в комментариях. Всем пока. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Жмите на колокольчик. Делитесь видео с друзьями. Ставьте лайки. Пишите интересные комментарии. Ну а я пойду по пичайку. С мармеладиком.